Здравствуйте, уважаемые друзья, которые нас смотрят в наши военно-политические, геополитические этюды. Сегодня в гостях у нас Резван Кусейн. Это выдающийся человек, работа которого по истории Кавказа рекомендованы как монографии для изучения в ведущих западных университетах. Это офицер Азербайджанской армии в прошлом, сейчас офицер запаса. И давайте я скажу, а вы скажете, правильно ли я назвал одну из ваших нынешних должностей. Это директор Института Истории Кавказа. Директор Центра Истории Кавказа. Рад приветствовать вас и ваших замечаний. Да, мы с ним уже говорили, записывали программу на азербайджанском телевидении по Второй Карабахской войне, которая шла осенью. И сегодня мы собрались поговорить как раз на тему, которую активно комментирует Резван. Здесь будет больше говорить он, чем я. И я хочу ознакомиться с его точкой зрения, с событиями, которые разворачиваются сейчас в Закавказе и вообще в регионе. И отправной точкой для нас является Шушинская декларация, подписанная три дня назад президентами Турции и Ардаганом, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Это я оценил у себя в Фейсбуке, в том числе с подачей оценок Резвана и его информацией, которую он давал, как качественный скачок во взаимодействии Турции и Азербайджана, который будет иметь далеко идущие геополитические последствия. Фактически предложено не просто соглашение между двумя странами, что довольно часто бывает в истории, но в последнее время бывает все реже и реже. Когда-то было. Фактически Турция идет тем же путем, а вы скажете, я сейчас выдам свою оценку, а вы предположение точнее, вы резвоно скажете, ошибаюсь я или нет. И поправите, если что. Мы когда-то говорили с вами, что Турция предлагает пакетное решение региональных проблем. Пакетом. Совершенно верно. Это была очень тонкая ваша формулировка и по поводу втягивания, как в ковер восточный, оно очень актуально и понятно зрителям. Да, и здесь как раз мы имеем пример блестящего, блестящей турецкой интриги, турецко-азербайджанской, двусторонней. Когда с одной стороны предложено исключительное по тонкости решение узла закавказских проблем, и это же только начало перемалывания этого монолита этих проблем, который накапливался по крайней мере с начала 19 века, когда Россия вошла в Закавказье и стала там ведущей доминирующей силой. И кроме того, это разрешение конкретно Карабахского или армяно-азербайджанского кризиса во всем его комплексе, от военного до транспортного, инфраструктурного. И это, как я когда-то сказал, вплетание российского катка, которым он раскатился в восточный ковер и в систему связей, из которых он уже не выплатывается, и очень быстро, потому что все связи двусторонние, попадется в созависимые отношения, а далее в зависимые отношения. Насколько моя оценка верна, Резвен? Ну, во-первых, она чем хороша, она умозрительно позволяет человеку представить, да, не буду говорить комплименты, очень часто люди даже весьма интеллектуальные и знающие не могут сформулировать быстро и четко. Вот что важно, мы с вами еще в первом эфире после победы давали формулировки, смыслы и обещали, если помните, продолжить, к сожалению, со временем у нас у всех. Ну вот, то, что касается Шушинской декларации, значит, тут лагерь разделился на несколько, скажем так, сегментов. Одни говорят, это касается и Азербайджана, и тех, кто вне Азербайджана, они говорят, ну что здесь нового? Еще в 2010 году военное, политическое и иное сотрудничество между нашими странами, то есть Турцией и Азербайджаном были закреплены, и, мол, Шушинская декларация, она ничего нового не внесла. Это одна группа людей, опять-таки, как внутри страны, так и вне ее. Другая группа – это максималисты, которые говорят, ага, ну вот, значит, началось строительство Турана, и этот Туран при поддержке НАТО приобретает конкретные очертания, и его кухней этого Турана, как в средние века, становится Азербайджаном. То есть я имею в виду географический Азербайджан, потому что мы как-то с вами обсуждали, что география всегда диктует, к сожалению, это не преподают ни историкам, ни политикам, а без этого никак. После географии диктует экономика, ну и так далее, где-то в пятом-шестом ряду политика находится, которая, к сожалению, это уже советская школа, ставить телегу поперед лошади, извиняюсь. Значит, есть среднее понимание того, что между Турцией и Азербайджаном, и, как это ни странно, в том числе и Россией, есть понимание. То есть понимание чего? После, как в свое время верно отмечали, после подписания 9 ноября соглашения, стало ясно, что Азербайджан сделал очень уникальный ход, не додавив до конца ситуацию, потому что соблазн был, и я вас уверяю, мало кто смог бы остановить. Но там были определенные ловушки, и нам бы пришлось столкнуться с очень серьезным прессингом мирового сообщества. Если бы Азербайджан взял Ханкендри и остальные остатки вот этого лоскутного непризнанного государства, то мы тогда бы взяли на себя ряд проблем, которые нам сейчас не нужны. То есть стратегически они нам не нужны. А то, что мы учли добрую волю, просьбу, в том числе наших соседей, тем самым мы в хорошем смысле получили определенные, скажем так, на перспективу очень хорошие преференции, которые мягко, как вы верно отметили, будем реализовывать. В чем уникальность тогда вот этой Шушинской декларации? Естественно, военно-политический блок, сотрудничество двух стран, то, что безопасность или нападение на одну страну является нападением на другую страну. То есть не будем приводить цифры, что теперь взаимная армия около полтора миллиона людей, их плюс резервы 45-46 миллионов людей. Не будем углубляться в то, что это технологии военные, это военно-космическое сотрудничество, это вплоть до экологии и культуры. Но, что, по-моему, здесь уникально, некоторые, скажем так, эксперты, они сравнивают то, что сейчас на Кавказе, с тем, что было 100 лет назад, то есть это ровно 100 лет назад, и когда началось. Мы с вами, кстати, тоже обсуждали, что в 2018 году начались те же события, что в 1918, когда после падения царской России и обретения независимости трех республик на Кавказе, серьезным игроком попыталась стать османская Турция, ее взаимодействие с Азербайджаном, затем британская сторона, в советское время это называлось британской интервенцией, но на тот момент, значит, большевистская Россия, она смогла все-таки не без поддержки, кстати, США, это тоже отдельная тема, продавить свою повестку. И вот многие, и это произошло в 1921 году, когда был подписан Карский договор, то есть 1921 год, не зря, кстати, президент Азербайджана, наверное, заметили, в Шуше, выступая по итогам подписания декларации, сказал, что она во многом подтверждает Карский мирный договор, и, наверное, имеет смысл хотя бы минуту коснуться, что много кривотолков, разнотолков, что имел в виду президент Азербайджана, говорят, что Шушинская декларация закрепляет и продолжает в столетней давности Карский договор. Ну, во-первых, Карский договор определил границы между Кемалийской Турцией, большевистской Россией, плюс между тремя республиками, уже тогда ставшими советскими, а также между Арменией Турцией, Грузией Турцией, Азербайджаном Турцией, Ираном, Азербайджаном, Ираном, Арменией. То есть незыблемость этих границ подтверждается, и Шушинская декларация в своем роде как бы успокаивает некоторые горячие головы, в том числе и в России, и в Иране, которые боятся, что данная декларация какую-то может угрозу с национальным интересом нанести. И более того, это предупреждение и предложение Армении, потому что после 21-го года, после Карского договора, прошло тогда лет 7-8, мы знаем, большевистский союз состоял из СФСР, Украина была и ЗСФСР, то есть те, кто имели право. С СФСР входила Азербайджан, Армения и Грузия. К 29-му году товарищ Сталин решил, что уже эти игры не нужны, пересадили всех понтуранистов, мусульман, всех, кто поддерживал красное движение по каким-то там своим соображениям, и все стало явно. И вот тогда началось деление границ между, допустим, Азербайджаном, Арменией и так далее. Ситуация вот на этот период, она зафиксирована. И Азербайджан сейчас хочет сказать, что после этого те многочисленные территории Азербайджана, которые незаконно были переданы при большевиках Армении, они не считаются признанными. То есть Азербайджан не считает легитимным то, что произошло в течение 70 лет. И для этого есть серьезная юридическая база, в том числе международный договор, Карский договор. Но это не значит, что Азербайджан обязательно будет продавливать. Это просто намек для Армении, что если она не будет договороспособна, то есть серьезный инструментарий додавливать ситуацию. И, скорее всего, после 20 июня, буквально осталось 2-3 дня, 2 дня, мы поймем, что происходит в Армении. Хотя, есть мое личное мнение. После Шуршинской декларации те реваншисты, которые сидят в Ереване и те, которые их поддерживают извне, они поняли, что приход человека-реваншиста, допустим, из Карабахского клана, того же Кочаряна, обернется серьезной проблемой для самой же Армении. Почему? Если говорить о так называемом Зангизурском коридоре, то есть он будет. Проблема в формулировке. Если Армения настаивает на том, чтобы термином была разблокировка транспортных путей и логистических путей, то Азербайджан использует слово «коридор», что пугает армянскую сторону. Она считает, что по словам «коридор» некая определенная территория Армении будет оторвана, оторвана перед днём Азербайджана. То есть разблокировку транспортных коридоров поддерживают все, и никто в Армении просто не сможет выступить, какой бы там реваншист не был. Игра с формулировки опасна для армянской стороны. Постоянно обманывать свой народ нельзя. Что произошло в 2020 году, по итогам всего этого обмана, армянский народ убедился. Мы хотим чего? Чтобы тот, кто избрался в Армении, он был договороспособен. Потому что Армения как государство подписала договоренности. Есть межправкомиссия, кстати, трехсторонняя, Москва, Баку, Ереван. И есть серьезный интерес тоже самой России в разблокировке. Значит, в этой ситуации кто бы ни пришел, он, как мягко скажем так, будет обязан это выполнять. Но одно дело это делает Пашинян, который фактически начал весь этот процесс. А другое дело придет, допустим, Кочарян, человек, который себя позиционирует как победитель в Первой Карабахской войне, как некий мачо. И я понимаю его психологическое состояние. Конечно, на предвыборных митингах он многое может говорить. Но он, наверное, же моделирует то, как завтра будет общаться с азербайджанской стороной. А Азербайджан помнит, как себя вел на международных площадках Кочарян, его неуступчивость и его заносчивость по отношению к Гейдару Алиеву, необоснованную. Потому что Кочарян на определенный момент просто забыл, с кем общается. Молодость. Комсомолец вдруг оказался в серьезных властных коридорах. И, понимаете, это Кавказ, здесь свои особенности есть, и это ему не простят. Опять-таки, нельзя никогда прогнозировать. Но вот этот груз, о котором ему постоянно из Баку напоминают. То есть весь прессинг на Армению связан сугубо с этим. Чтобы дать понять армянским элитам. Имейте в виду, ваш выбор обернется определенными сценариями. Это один сценарий, а это другой сценарий. Ну, мы исходим из чего? Из того, что, если брать аспект Армении, что, в принципе, вы рассчитываете на то, и Азербайджан, и Турция, и даже Грузия, и даже Россия, что армяне способны рационализировать, армянские элиты и народ способны рационализировать свой интерес. То есть мы же... Смотрите, как ситуация уникальная выглядит для нас. Особенно на фоне украинских премий с Донбассом и Крымом, и России. И уровнем, который мы поддерживаем, например, в публичной дискуссии, которые, понимаете, я общаюсь с вами, получаю искреннее удовольствие. Потому что в Украине такой уровень публичной дискуссии возможен в пяти-десяти вариантах. Большинство у нас превалирует на внутренней дискуссии, по внутренней повестке, по внешней, черной политической пропагандой. Это крайне печально, потому что интеллектуальный уровень радикально падает, а значит, падает уровень оценки, а значит, и, возможно, принимаемых решений. Это огромная проблема. И на фоне этого я хочу нашим просто украинским зрителям продемонстрировать, насколько, какова может быть уровень анализа и риторики. Вот к этому нам надо стремиться. И давайте еще раз артикулируем то, что произошло. Азербайджан одерживает блестящую военную победу. В основе этой победы лежат три фактора основных. Первое – это радикальный переворот в национальном самосознании. То есть после ужасов поражения Первой Карабахской войны, где был геноцид, где были элементы гражданской войны, когда целые подразделения, вместо того, чтобы воевать на фронте, снимались и шли на Баку устраивать военный переворот, провел это первое. Потом полностью перерожденные вооруженные силы и системы национальной безопасности и обороны. Полностью. Причем от инфообеспечения до структурного строительства, ВПК и так далее, программы закупок. И еще один очень важный аспект, который мало кто понимает у нас и вообще в русскоязычном пространстве замечал. Он заключается в том, что многие думают, что сотрудничество Азербайджана и Турции было предопределено фактом крови, фактом нации. Но мало кто знает, что Турция с Азербайджаном воевала, например, и имела далеко не безоблачный период и религиозный фактор. Почти 250 лет мы воевали и больше войн был, чем с Россией. И у нас, как в Турции, намного кровавого война. Да, что Азербайджан воевал с Турцией больше, чем с Россией. И религиозный фактор, потому что азербайджанцы преимущественно швиты, мусульмане, а турки суниты. И между ними далеко не безоблачные отношения. И нужно было найти в себе и стратегическое ведение, и политическую волю для того, чтобы последовательно, десятками лет осуществлять эту программу сближения. И фактически сейчас заключение Альянса, потому что после статьи, что нападение, которое им дублирует статью НАТО, фактически, пятую, нападение на одного является нападением на всех, можно говорить, что АТА я называю для себя. Такая еще игра слов, потому что по-турецки АТА это же папа, да? Отец, да. Ну да, да, я так. Азербайджанско-турецкий Альянс, да. Это не было предопределенным фактором. Это была настойчивая, кропотливая работа, системные усилия в течение десятков лет, которые провели культурную революцию прежде всего, и потом политическую революцию. И смотрите, давайте оценим класс игры. Потому что риторика украинская очень простая. Давайте отгородимся от Донбасса, либо давайте захватим Донбасс и поставим все на свои места. Что делает Азербайджан? Имея полную военную возможность, в отличие от нас в настоящий момент, покончить с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, нанести военное поражение даже самой Армении, даже на ее территории. Азербайджан не делает этого, потому что он исходит еще из реалий. Как говорили мне британцы в далеком 99-м году, когда я учился в британской школе военной, они мне говорили, что высшая доблесть джентльмена это умение работать с реальностью. С реальностью, как она есть. Азербайджан показывает блестящие образцы работы с реальностью. Азербайджан и Турция. Потому что очень хотелось бы додавить. И это Кавказ, и рессентимент, и старые исторические раны работают, и кровь жертв первой Карабахской войны требует отмщения. Но политическое руководство находит в себе мудрость не додавлять проблему до конца, исходя из соответствующих реалий. И даже после этого... А помните, какой удар получила значительная часть коллективного бессознательного или сознательного Азербайджана, когда многие заговорили о победе, о проигрыше. Зачем же мы 44 дня старались и умирали, чтобы потом ввести российские мертвозы и так далее. И мне пришлось предпринять ряд медийных усилий для того, чтобы показать, что не все так печально, что это только начало очень большой игры. И вот Шушинская декларация, она как раз Шушинская, она как раз второй этап этой игры знаменует для меня, показывая, что все гораздо тоньше и интереснее и гораздо более пролонгированное в будущее. То есть плечо планирования 32-й год, 35-й год, может быть, 2042-й год в этой истории. Когда и ядром этой интриги, точнее, одним из главных предметов этой интриги или фокусов является открытие шансов для армянского народа и для Армении как государства. То есть Армении предложили сменить, то есть сделать ту же революцию с собой, которую сделал Азербайджан, по сути. Сменить вот этот мифодизайн Великой Армении, Тиграна Великого и, как это, государства крестоносцев на современное открытое общество, которое пользуется преимуществами своего положения и в политике, и в геополитике. И кто предложил? Люди, которых они называют историческими врагами, головорезами. И вот это класс игры, который запредельный. Его в современном мире практически никто не демонстрирует, потому что, в принципе, как мне кажется, с 1975 года геополитика поехала примерно все ниже и ниже. Школы начали разрушаться, представления начали разрушаться. Ну, оно, понятно, было оправдано суммой. Начиная от Хельсинского договора, заканчивая всем остальным. Но сейчас очень трудно найти в современной политике людей, которые могут так планировать и так играть. Смотрите, еще раз для украинцев. Злейший враг, с которым сотни лет тяжелейшего конфликта. Очень длинный исторический счет. Между Азербайджаном и Арменией стоят убитые, растерзанные дети, старики, разрушенные города, села и так далее. Война была крайне жестокая. И была она не один раз. И та же самая Турция со всеми ее проблемами с Арменией и так далее. Предлагают Армении вытянуть золотую карту. Более того, они делают все, чтобы эта карта была реализована. И Армения из самой бедной республики бывшего Советского Союза, находящегося в тотальной зависимости от коррупционных элит, от зависимости от Москвы, стала обществом свободным, открытым и воспользовалась теми реальными преимуществами, которые у нее есть. Например, транспортными коридорами, например, нефтегазотранспортными коридорами. Получила свою долю ренты, смогла сбросить или реактивировать активы, которые у нее реально есть, создать новые и в принципе стать нормальным соседом для государств, которые ее окружают, а для страны, не имеющей выхода к морю, еще и получить выход к морю. Протянуть разгромленному врагу, между вами кровная месть и очень длинный счет, а золотую карту с предложением стать иными, получить все преимущества, это, знаете ли, надо уметь. И Азербайджан это сделал. Я больше проговариваю не для азербайджанских зрителей, которые это понимают, я думаю, у вас все свои, хотя, наверное, им будет полезно. Я обращаюсь к иной русскоязычной аудитории, которая в Украине, в России, в Беларуси, которая питает в диасфоре, которая питает некоторые иллюзии на этой теме. Вот я показываю, хочу обозначить класс игры, который идет. Можно ли сказать, что действительно Азербайджану, вернее, Армении протянули золотую карту и предлагают воспользоваться полным преимуществом? Алексей, спасибо, что вы прояснили. Это очень важно. Мы же здесь из Баку не понимаем, допустим, для украинского зрителя или, скажем так, для аналитика украинского, что интересно, что нет. А вот вы, те грани, которые важны для внешнего думающего человека, я тогда вот продолжу в этом же темпе, чтобы было интересно в первую очередь вашим зрителям, потому что мы с вами как-то более знаем все эти моменты. Дело в том, что есть понятие проектов. Азербайджан последние 250 лет, может, чуть больше, я бы сказал так, после падения Сефивитской империи, неудачной попытки Надер-Шаха, завоевателя, которого называют Александром Македонским. Это значит, 1730-е годы. Он выходить из Азербайджана, из азербайджанских племен Ахшаров, завоевал огромные территории, вплоть до Индии, Дели, и очень серьезно теснил Османскую империю, стоял под Ростовом, предлагал руку и сердце русской императрицы. Это было очень серьезное испытание для европейских монархий, особенно немецких, которые лоббировали русский императорский дом. Но так все сложилось, что, к сожалению, для нас, я имею в виду для нас, проект Шаха Надера по секуляризации, он был одним из первых еще до Европы, еще до французской революции, который понял, куда движется мир и хотел просто захватить определенные пространства, в том числе геополитические, в том числе выхода к морям, пути им и так далее, чтобы потом быть равным участником тех процессов, которые назревали в мире. То есть это промышленная революция, которая назревала. Но, к сожалению, это не удалось. Вот этот, скажем так, азербайджанский проект обернулся тем, что его убили, возможно, из его же окружения, из старой гвардии, которые не хотели этих перемен. Это всегда есть такой шанс, к сожалению. Потом был период раздробленности Азербайджана на ханство. И вот этот период раздробленности позволил, в том числе и царской России, серьезно продвинуться. Я просто приведу цитату того, насколько на тот период азербайджанские правители понимали, что происходит. Допустим, карабахский шушинский хан Панах Али и его сын Ибрагим Халил, они писали Екатерине, что светлейшая императрица, то есть они предлагали серьезный проект, но смотрите, почему это не получилось. Светлейшая императрица, тот, кто владеет шушой, тот владеет миром. Миром, ну, наверное, айкуменой на тот период. Но императрица особо серьезно это не восприняла, тем более через призму Потемкина, который очень серьезные дары получал от армянских торговых миссий, ротом из Азербайджана этим миссирующим. Интересно, не буду углубляться, в итоге был принят проект создания армянского некоего царства, сперва албанского царства, вы знаете, у нас на территории была так называемая Кавказская Албания, которая в нашем языке называется Аран, то есть не Албания, а Аран. Ну, потом перетасовали, видать, то, что Потемкину заносили индийские армяне и сфаханские, и другие армяне, оно серьезно повлияло на мнение Потемкина, естественно, императрицу мнения. Был принят проект армянского некоего царства под патронажем, мы знаем, и Грузия тоже пережила это, Георгиевский трактат, много чего обещал Кордлийскому царству, но в итоге просто Грузия стала частью Российской империи, все иллюзии исчезли, и вот тогда все иллюзии стали исчезать и у Карабахского хана, тем более он узнал, что его подручные, в том числе там были христиане, армянские мелики, они готовят заговор, и он просто перехватил инициативу в 1784 году, когда ему сладко рассказывали из Петербурга о будущем, он перехватил донесение о том, что он заказан, его ликвидируют физически, а Шуша и Карабах станут центром некого армянского царства. В крайнем случае Ереван, о чем, кстати, Потемкин говорил, если не удастся в Карабахе, в крайнем случае у вас есть Ереван, мусульманская, но это не проблема. Что произошло, затем мы знаем, я не буду труждать, мучить ни вас, ни ваших зрителей, царской России удалось, естественно, ни Карабахский хан, ни кто-то другой не мог противостоять, его в итоге физически коварно и устранили, жену, детей, внуков, всех убили, оставив одного слабого сына, через которого продавили остальное, сын в итоге убежал. Ну вот, затем начался тот период присоединения к царской России, и мы были на, скажем так, как бы это мягко сказать, мы были неким символом врага в период как царской России, так и Советского Союза, то есть мы были символом того злого турка, других-то нету, самый такой близкий к Турции, злой турок по Сурманин, который всегда точит кинжал. И, честно говоря, что мы, что наши предки постоянно это чувствовали, это сквозило в учебниках по истории, это сквозило во всем отношении к нам. Естественно, рано или поздно это должно было себя проявить в негативном плане и для тех, кто это заказал. А почему так? Я не обвиняю Россию ни в коем случае, не только Россию. Есть геополитика. Дело в том, что российское востоковедение с самого начала, то есть это конец 18-го, начало 19-го века, формировали те люди, которые кормили Потемкина. Это институт Лазаревых, опять-таки выходцы из Азербайджана, армянские торговые миссии, которые поставили русское востоковедение через определенную призму. Я ничего не говорю, возможно, в какой-то период исторический это призм приносило пользу. То есть армянское видение востока, а на мусульманском, тюркском востоке армяне в количестве представляли 0,0 сколько-то. Но влияние на востоковедение привело к тому, что взгляд России, политическая элита России на восток через призм вот этого такого в кавычках востоковедения, обернулся тем, что вот на этом историческом этапе, о котором мы с вами говорим, то есть это начало 21-го века, все эти концепции и конструкции провалились. И где-то, наверное, с нулевых годов, с начала 21-го века в Москве это стали понимать. Но поменять что-то сложно, потому что как минимум 150-200 лет кадры, кузница кадров говорит одно, а реалии диктует другое. Остановить этот поезд очень сложно. И я думаю, почему-то у меня такое ощущение, что сейчас, спустя 20 лет после нулевых годов, в России созрело понимание, что хотя бы надо не вмешиваться. То есть делегировать полномочия и Турции, и Азербайджану, у которых опыт государственности многовековой. Допустим, минимум тысячи лет опыт государственности при исламском раскладе у нас. Ну и у Турции тоже 600 лет. И так, несмотря на то, что мы воевали еще как, отчаянно воевали, потому что больше не с кем было воевать на тот момент. Сейчас мы воевать не собираемся, это точно. Сейчас мы хотим торговать. Мы, когда я говорю мы, это не только Турция и Азербайджан, это целый ряд стран в Евразии, которые просто хотят восстановить транспортные, логистические цепочки, которые позволяли им доминировать в течение веков. Это сухопутная цепочка, это так называемый шелковый путь, это трассика и другие подобные проекты, которые восстановят сухопутное обеспечение, а значит контроль. Экономика, дороги, это уже затем политика, как мы сказали, на третьем плане. Естественно, Россия понимает, что происходит, и определенные кремлевские башни, они очень хотят участвовать в этих процессах и сидеть на тех дорогах, которые откроются, в том числе на том Зангизорском коридоре. И вот это то, что мы, я к чему веду, мы очень долго этого ждали. 200 с лишним лет, созрела ситуация на день. Если бы мы позже, это было поздно, я имею в виду военные действия. Сентября, ноября 2020 года, стали последним актом большой игры, которая, я вам скажу, идет много лет. То есть мы с вами понимаем, о чем идет речь. Силовое проявление политики, это самое последнее, иногда даже не очень нужное. Но иногда у армянской стороны, при всем моем уважении, вы понимаете, я вырос в Баку, у нас в школе, в классе азербайджанцев было меньше, чем армян и русских. Ну, такой интернациональный город был. Украинцы, белорусы, я его до сих пор... Баку уникальный. Баку, это же Новая Афина или Новый Вавилон. Там очень много национальностей всегда было перемешано, и до сих пор остается, по-моему. Кстати, Баку был единственным местом, где внешние инвестиции западные при царской России составляли 70%. То есть царская Россия всего 25-30% вкладывала. При том, что эти 30% половина, опять-таки, были инвестиции местных азербайджанских магнатов, Зейна Абден, Нагиева и других. Очень уникально. То есть я вам даже такой пример скажу. Когда в царской России, мы знаем, для евреев были зоны оседлости, они не могли выходить за эти зоны оседлости. И это очень строго наказывалось и преследовалось попытки покинуть в Баку, в Азербайджане. Для евреев этого ограничения не было. Они из любой зоны передвигались в Баку, учились, получали образование и становились миллиардерами. Те же самые Нобели, которые пришли из Норвегии, те же самые Ротшильда, которые сегодня звучит везде, они свой капитал в основном сделали здесь. Поэтому у нас есть понимание того, когда наступает момент твоего выхода на сцену. Если бы мы в этот раз это не сделали, ближайшие, наверное, 100-150 лет оказались в очень тяжелой ситуации. Мы не могли себе позволить упустить этот шанс. Мы очень многое положили на этот кон. И поверьте, вопрос с Арменией – это самый мелкий, самый незначительный вопрос во всем том, о чем мы с вами говорим. И у нас есть многовековой опыт, как работать с армянами, и они это знают. И они это знают. Мы поднимаемся ступенью, и я сейчас с вашего разрешения буду брать выше. Я сначала хотел поговорить о глобальном, потом об Армении, но раз так пошло, тогда Армения, и потом поднимаемся индуктивным путем. Но прежде чем мы пойдем к более широкому, так сказать, географическому кругу вопросов, охватывая все дальние и дальние зоны, я хотел бы вас спросить, а чем обеспечивается подобная преемственность политики, устойчивая? Смотрите, Российская империя, Советский Союз, распад, до этого там свои нюансы, но Азербайджан, с ваших слов, точно знает, что ему делать на протяжении веков. Меняются формы государственные, срезаются элиты, которые, казалось бы, могли передать фамильным способом, родовым, семейным способом передать определенное понимание, знание и так далее. В России поднимается и рушится школа востоковедения. Азербайджан – маленькая нация, сейчас 9 миллионов. Ну, если не брать и тех, которые в Иране, и которых там значительно-значительно больше. В четверо больше, да. 30, да, считается сейчас? 30 миллионов там, 10 здесь, еще 5-6 по всему миру. Да, в Лиаспоре, да. И сейчас в общем. Как, по-вашему, обеспечивалась эта преемственность политики? Потому что признаком политики высшего класса всегда являлась ее способность, обеспечить ее преемственность. Алексей, никто еще этот вопрос не задавал. Никто. Вы представляете? Хотя у меня есть ответ. Я поражаюсь. Действительно, никто не задумывался. Как удалось обеспечить преемственность, если ломали, если ставили к стенке? Если в 30-е годы в Баку, в Азербайджане, не осталось людей, читающих газеты. Их просто расстреливали пачками, чтобы с нуля потом создать нового советского человека, интернационального. Как это получилось? Вы знаете, для нашего народа в советское время ограничили, допустим, военную сферу. Очень сложно было азербайджанцам стать генералами, а тем более решающими что-то, а тем более спецвойсках и так далее. То есть эта дорожка была закрыта. Политическая карьера тоже сложная тема, кроме Гейдара Али, уникального человека, согласитесь. Но он прорвался за счет уникальных качеств, уникального сочетания обстоятельств. А так тоже закрыто. Значит, военная, политическая, управленческая составляющая у нас внутри Баку самого мы были на третьих должностях, допустим. Ну, так принято было, что азербайджанец – это где-то третье-четвертое место в любой пирамиде управленческой до определенного периода. Но это стало меняться в 60-е годы. Очень хорошо вопрос. Что же произошло в 60-е годы после хрущевской оттепели? А произошло то, что после 60-х годов, после Сталина, советский проект выдохся. И азербайджанцы одними из первых это поняли. Какая же ниша была нам оставлена? Торговая. Все эти годы азербайджанцам можно было торговать, создавать базары, держать базары. А ведь это часть нашей древней культуры – контролировать торговые пути. А там, где контролируешь путь, там создается базар, там поселение. То есть философия, я бы сказал, тюркского кочевого государственного мышления, она вот исходит из этого. Я контролирую основную дорогу. Здесь создаю возможность торговать для всех, обеспечиваю безопасность торговли для всех народов. И потом появляется город. Вот так мыслит, скажем так, тюркская элита, и это было всегда. То есть есть, как это делается в Европе, как создаются города. Заметьте, это классический европейский путь на самом деле. Да. В принципе, да. В принципе, да. И азербайджанцам оставили эту нишу. А согласитесь, чтобы торговать на высоком уровне, тоже надо обладать определенным интеллектом, знанием и дипломатией. И вот когда с 60-х годов вот эти двери все шире стали открываться, и на политическую арену, надо отметить, вышел феномен Кейдара Алиева, который с перерыва возглавил КГБ Азербайджана. А потом он просто проектно стал открывать необходимые высшие учебные заведения, в том числе военные. И бесплатно за счет центра, за счет денег центра, а он имел на это право, потому что Азербайджан, две республики были, которые в бюджет деньги посылали, а одно из них было Азербайджан, а остальные были дотационные. Определенный период Украина тоже могла это сделать. Так что сотни и тысячи молодых азербайджанцев, не знавших русского языка, получили доступ к тем самым элитарным школам. И это себя дало знать в хорошем смысле уже в 80-е, 90-е, 60-е годы начали процесс, но этот процесс потопили в крови, потому что и московская элита, управляемая частично из Франции, из США, через Горбачева просто потопили в крови. То есть постарались, во-первых, в первую очередь, естественно, удалили Кейдара Алиева из руководства, а затем всех его, началось шельмование его кадров просто физически истребление. Но всех истребить не получилось. Естественно, вот этот импульс, который, как я сказал, был задан в 60-е годы, реализовался в 80-е годы, он, вот этот интеллектуальный импульс, плюс опыт 90-х годов, а он у нас жесткий был. Вы сами понимаете, что, допустим, вот 20 января 90-го года, я просто тогда помню, на улицах был, советский советский войск в Баку. Это было то, что разбудило этот народ. Вот это была та точка 20 января 90-го года. После чего весь азербайджанский народ очнулся. Просто очнулся. А там дальше что было? Карабахская война, Ходжалинский киноцид. Это уже, или вы знаете, в 91-м году, 20-го ноября, вертолет с руководством Азербайджана, практически все руководство погибло, их сбили в Карабахе. То есть все это уже второй этап. И было четкое понимание, что у всего этого есть конец. Это и наш фольклор говорит. Вот вы говорите, на что мы опираемся. То есть понятие добра-зла в фольклоре, в песнях, в пылинах азербайджанских, в достанах, как мы называем. Того, что любое действие оборачивается, приносит дивиденды плюсовые и минусовые для того, кто это делает. Наши предки и матери, они в этих достанах нам рассказывали, что почему надо терпеть, а когда надо переходить к наступлению. Значит, я это всем не говорю. У каждой имперской, я не люблю это слово, у каждой нации с проектом есть какая-то фишка. Допустим, у американцев это борьба за демократию во всем мире. То есть тот посыл, с которым они выходят, воюют и убивают. У кого-то торгают, допустим, если нужно создать торговый и вот у британцев, допустим, это через торговлю, колониальная политика и так далее. У Франции это культура, через которую франкофонию они держат. Не буду углубляться. У немцев это техника. А у нас есть такое понятие. То есть тюркская государственность и управление другими народами держатся на двух вещах. Я переведу на русский язык. Закон справедливости. То есть ты должен в ущерб себе быть справедливым. Казалось бы, глупость. Я могу поверженного врага втоптать, как окурок, но наша вот эта, она называется, допустим, у Лухан Битикчи это переводится как книга для управления. Политическое такое. Макиавель, наш Макиавель, который диктует, что именно твоя справедливость позволит тебе управлять всеми. Не торговля, не сила твоя, не демократия. Если тюрки смогут обеспечить справедливость для других народов, они тянутся и участвуют в проекте. У нас других вариантов нет. У нас софт-пауэ в виде культуры, как у Франции, в каком плане? То есть продвижение своей культуры в агрессивном виде для того, чтобы привлечь других народов. Мы это не делаем. Экономическая составляющая это вторичь. Вот это тот секрет. Если тюрки перестают и лишаются способности быть справедливыми, они теряют свою империю. И они возвращаются тогда, когда несправедливость в мире на максимальном пике. Почему говорят издревле, что тюрки являются бичом? Ну, так говорили европейские народы якобы. Почему бич? Когда ты сам творишь несправедливость, считается, что Господь посылает тюрков. И то же самое у тюрков. Они говорят, что нас Господь посылает. Если это у нас в голове, то я считаю, что вот это стремление к восстановлению справедливости и боязнь нарушить ее. Вот вы, наверное, видите, что вытворяли армяне, допустим, склад. Опять-таки я вас защиту. Не из-за армян. Вот это надругательство над мечетями, осквернение, выкапывание тысяч могил. Недавно, вот сейчас суд идет, выяснилось, что они выкапывали на кладбищах могилы и расстреливали останки трупов. Принуждали азербайджанских пленных выкапывать трупы своих предков и расстреливали их на глазах трупов. Ну, понимаете, да, почему? И тогда у нас говорили, какой же это несчастный народ? Он стреляет в свое будущее. То есть это чревато, это метафизика, это неизбежно. Вот у нас в народе есть табу, который запрещает. Нельзя нарушать законы высшей физики, метафизики. Я думаю, вот это то, что мы перенесли через поколения, с материнским молоком, через наши песни, достану фольклор. И то феномен Гейдара Алиева, вот это все вкупе позволит нам в будущем сделать что-то полезное и нужное для всех. Ну, давайте смоделируем еще чуть-чуть, с вашего разрешения, на этой теме побудем. Потому что это крайне важно и интересно для Украины, которая с приходом каждого нового президента меняет внутренний и внешнеполитический курс, как будто прошлого и будущего не существует. Вот просыпается молодой армянин, просыпается, я имею в виду, в гражданском, в политическом смысле, в историческом, в 60-х годах, в рамках очень аккуратной внутренней политики, которую умудряются проводить в СССР Гейдар Алиев. На что он должен был посмотреть в первую очередь? Вы говорите фольклор. Но ведь существует та же самая школа азербайджанского востоковедения и понимания мира, в котором ты живешь. А все, кто ее держал и принимал решения или анализировал, расстреляны, растоптаны, разогнаны. На что смотрел 18-летний азербайджанец в 68-м году, например? На что он ориентировался? Который готовился в элиту азербайджанскую. Знаете, в чем повезло? Вот вы хорошо вспомнили. В 60-е годы что произошло в Армении? Из-за того, что с конца 50-х, начало 60-х годов Турция ушла в НАТО, Советское полетбюро начало раскручивать тему так называемого геноцида армян. Впервые в Ереване поставили памятник. Армянскому народу переписали историю. Из него сделали жертву. И вот это... То есть армянский народ повели, к сожалению. Вот в 60-е годы азербайджанский народ остался сам по себе, со своим фольклором, вариться в своей каши, как беспризорник. А армянскому народу дали проект. Вот прошло сейчас 60 лет. И вот итоги этого проекта. То есть через 40 лет армяне получили то, что хотели. Это закон. С 60-х годов они начали. В 90-е годы где-то они получили якобы то, что хотели. Но оказывается, это не их. Через них кто-то работал. Свои интересы. А беспризорно оставшийся азербайджанский народ... Вы правильно говорите. Знаете, у нас в 60-е годы начался огромный всплеск интереса к запрещенным до этого. Национальной музыке, к мугамам. Восстановили Новрусбайрам. Вы знаете, это очень символичный праздник. Сакральный праздник для азербайджанцев. И вот под видом вот этих всех культурных проектов началось взращивание новой азербайджанской молодежи, воспитанной на прежних корнях, что было запрещено. То есть, грубо говоря, 40-50 лет эта тема была закрыта. Вырастили советского человека. И раз себе в 60-е годы позволили. Ослабили. Плюс, опять-таки, я повторяюсь, феномен Ейдара Алиева, который понял, что надо делать. Который делал упор на таких великих мыслителях Азербайджана, на их пропаганде, как Низами, Физули, Насими. Эти люди без времени, они властвуют. Они говорят то, что будет актуально всегда. Это великая дина, значимая для всего человечества. Вот преподавание в школе, я думаю, то, что нам разрешили, или, скажем так, не то, что разрешили, по недосмотру из Москвы. То есть, секрет в том, чтобы вовремя оказаться беспризорным, чтобы это было незаметно. Ну и надо иметь своего Алиева, конечно. То есть, мы можем сказать, что через культуру было рождено. Индектрирование, собственная проектность, выход был осуществлен через культуру. Только, Алексей, другого выхода нет. Это относится, это универсально. Каждый народ должен вернуться к своим здоровым корням. Потому что, если человек... Я просто к чему говорю? Мы все из мегаполисов, понятно. Мы все учились в разных школах военных. Но солью является тот человек, который сидит на земле. Именно он самый мудрый. Пока он на земле, тот, кто выращивает на земле. Тот, кто пасет овец, я извиняюсь. Тот, кто с матушкой землей, он самый мудрый. А тот, кто в городе, он... Я не буду... Я сам вырасту. Но вот если ты возвращаешься... Кстати, израильский народ так и сделал. Начал с кибуцев. Всех евреев, которые только могли быть партными, я не знаю, сшить одежду, давать проценты, деньги и так далее. Что сделали с ним? Их вернули на землю. Иди, научись сажать, пахать. И тот, кто на земле, он самый мудрый. Культ и уважение к крестьянину. Имею в виду не крестьянина, который просто помидоры выращивает, а мудрого человека, который живет в мире, с природой, с окружающим вот этим миром. Вот откуда надо брать всегда. А остальное, вот тот цифровой, я извиняюсь, сейчас его называют мир или левиафан, в котором мы сейчас живем. Почему он? Я перехожу от темы к теме, извини, конечно. То, что сегодня происходит, последние годы, оно скоро уйдет, потому что оно не опирается на человеческое начало. Оно опирается на совсем иные стандарты начала. И у нас, почему мусульмане спокойны в этом плане? У нас в Коране об этих людях, об этих правителях все сказано. Это называется, я попытаюсь перевести с коранического. То есть те, кто считают, что они имеют право управлять жизнями и судьбами народов, их называют в исламе фараонами. То есть фараонская система Египта считается запретной, античеловеческой, антибожественной. Именно поэтому противостояние Моисея и фараона в центре всех библейских сюжетов, в том числе коранического. И эти 40 лет и так далее. Вот нынешний проект, это проект современных фараонов, в которых начитались всякие дребедения, извращенные из Вавилона, из Египта. И все-таки в очередной раз хотят это реализовать. То, что не реализовали ни в Вавилоне, не смогли ни в Египте, ни в других местах. И вы понимаете, им тоже не удастся. Они только действуют методом страха. Вот если у цирков, как я сказал, основной рычаг управления – это справедливость, то у этих кругов только страх, страх и страх. Они даже забыли о том, что кроме кнута должен быть пряник. У них кроме кнута оказалась вакцина. Я как бы переходя к этому. И в этом контексте каждый народ обязан просто вернуться к своим корням. Обязан. Если он хочет спастись, и в это смутное время, не то что вернуть свои территории, к сожалению, это уходит уже на второй этап. Какие-то географические очертания, границы. То есть схватка более серьезная. Я очень хочу, чтобы когда-нибудь мы с вами эту тему тоже обсудили. Но без учета этого остальное не получится. Я так считаю. Пока можем сказать, что у тюрков будет очень много работы в ближайшие несколько десятков лет. Если будет. И в этой связи следующий ход делаем на шахматной доске геополитической. Мысли наши. Вы же сказали, что я у вас это взял. Что во время саммита НАТО 14 июня и его подготовки, и его итогов было принято решение о том, что будем говорить простым языком, что Турция должна вытеснить Францию на Ближнем Востоке, в Средиземноморье и в Африке. Потому что Франция, ну мягко скажем, не способна есть, а Турция весьма способна. Кроме того, Турция остается в Афганистане, она будет удерживать Кабул. Как мы знаем, она не собирается выходить. И вообще играет, рисует очень широкими мазками на всей этой картине мира. Где аэропорт строится? В Южном Судане сейчас, по-моему, насколько я помню. В Южный Судан, потом в Мали уже идет работа и Центральная Африканская Республика. Очень мощная история. И правда ли, что, ну как правда ли, я понимаю, что это правда, это фигура речи, что за этим стоят британцы. То есть тесный союз существует, британы-турецкие в этом отношении, пусть как временно, как вы сказали. А самое главное для меня, и я привожу это в пример в украинских СМИ, что пятилетние или семилетние апокалиптические прогнозы о том, что Турция не выдержит гонки, о том, что Турция очень дорого заплатит за самостоятельность, что покупка С-400, свои интриги и блокирование итальянских фрегатов у ливийских берегов в Турции так просто не обойдется. И история с Гюленом Турции так просто не обойдется. И Штаты не простят Турцию. И Турция не сегодня-завтра вылетит с НАТО. А вот прошло несколько лет, и сильная позиция плюс чувство справедливости, плюс системное усилие породило то, что Штаты дают Турции карт-бланш по одной простой причине. Потому что Турция может, а Франция уже не может. Вы очень хорошо сформулировали. Может, многие обидятся. Я понимаю людей, которые веками 200 лет выросли на тех лозунгах французской революции, которые много изменили в нашей с вами жизни тоже. То есть, это исключать нельзя. То есть, вклад из след французских мыслителей, политиков и так далее, он уникален. Но СССР, в конце концов, был одним из государств, которые выросли с Великой Французской революции. И США, кстати, тоже. Из США тоже. Совершенно верно. Ну, у всего, у каждого проекта есть свой конец. И главное вовремя понять, когда у одного проекта конец. Вот британцы, в чем интересность британцев? Они уже давно поняли, что их проект старый и начали выбирать, на кого опираться. То есть, у нас называется мудрость Аксаккала. Аксаккал – это пожилой человек, который знает, умеет выбрать молодых, которые продолжат его проект. Значит, вот британцы, может, лет 40 назад, 30 назад смоделировали, может, начитались Гумилева, шучу, конечно, и выбрали. Понятно, что арабов выбирать, к сожалению. Арабы могут только дать какой-то толчок, всплеск, а вести его они не могут, чисто из-за географии, из-за психологии. У персов свое, они могут только помочь, если чувствуют силу кого-то. Допустим, часто мне говорят, а почему тюрки в течение всех тех веков писали на персидском? А почему нет? Если это язык мировой дипломатии, медицины, мы сделали персидский язык языком всего мира. То есть, у персов своя настройка, у арабов своя. Британцы просто посмотрели за последние 100-150 лет, и персы, и арабы, мягко говоря, быстро переметнулись в разные лагеря. И французский лагерь, а потом в американский лагерь, а потом опять во французский. Это касается и Ирана, и ряда арабских стран. Я не думаю, что здесь нужно иметь огромный интеллект. Вообще, я считаю, что хладнокровие выше интеллекта. Интеллект – это искусственный набор навыков. Само слово, интеллект об этом говорит. Интеллект не является чем-то высшим. Интеллект есть и у дрессированной собаки, которая может оперативно пользоваться теми алгоритмами, которые ей навязали. Правила игры. Вот британцы тем хороши, что... У них, кстати, спецслужбы интеллигенции называются, в отличие от других стран, где это силовой блок. А у них это интеллектуальный блок. Но над интеллектом тоже есть что-то. Есть ум, есть еще разум и так далее, рассудок. Вот опираясь на вот эти более человеческие инструмента, ум, разум, рассудок, британцы сделали свой выбор. Не хотя. Я понимаю, что им не очень нравится, что Лондон заполонен пакистанцами, арабами, что там везде звучит азан, что у них шариатские суды. А что делать тут? Ну, это же лучше, чем то, что будет в Германии и Франции. И они получили тот заряд пассионарный тюркского мира. Нужна была Турция. Если ее нет, ее нужно было придумать. Но ее придумывать не надо было. Ее нужно было просто чуть-чуть освободить от оков США, ослабить оковы военной вот этой аристократии, которая вовсе не турецкая, в чистом... То есть, понятно, у тюрков правит всегда военная аристократия. Это закон. То есть, формирует государство у каждого свое, где-то в Буржуазии, где-то там. Понятно. А чтобы тюркский проект работал и был справедливым, нужно, чтобы военная аристократия назначала. Но! Но не то, что это, когда американские заокеанские товарищи решают, когда делают переворот. Ведь еще с 80-х годов Турция пыталась перейти на исламскую модель. И мы знаем, как жестко на это реагировали некоторые круги в США, вплоть до физического устранения казни президентов турецких, которые пытались уже тогда сделать то, что сегодня сделал Эрдоган за 20, почти 20 лет. Британия помогла... Я почему говорю «временный союз»? Понимаете, союз... Понятие «союз» это временный, но это не значит, что это союз на 5 лет, на 10 лет. Он может продлеваться как режим прекращения огня между Арменией и Азербайджаном. Он 28 лет продолжался, каждый день могла быть война. Великобритания сделала ставку верно, но есть много у нее проблем. Если она не решит эти проблемы, то это отразится в первую очередь и на Турции, и на нас, и на других. Но в чем преимущество Великобритании? Умение работать с Востоком. Восток возвращается. Хочет кто-то, не хочет это. Я просто почему это говорю? Я когда-то читал переписку наших сифивитских послов, это 1703-12 годы, кстати, в Париже потом издана. Посол в Париже, посол в Москве, посол в Лондоне между собой переписываются и с унынием отмечают, что идет Запад, что, к сожалению, Восток уходит, наша былая мощь, слава Турцких империй приходит к закату, нам нужно адаптироваться или мы погибнем. 1703-12 годы. Люди поняли, но потом пришел, кстати, на Дыршах, как я отмечал, но у него не получилось. Вот тоже сейчас самое, то есть идет процесс обратный, и кто поймет, что все-таки Солнце восходит на Востоке и заходит на Западе, нужно просто понять, где находится Солнце. Если оно уже зашло на Западе, наверное, логично ждать его выхода уже на Востоке. Я думаю, британцы, которые управляют от заката и до восхода, от восхода и до заката, они, наверное, быстрее других просчитали, где выйдет Солнце. Хорошо, а Турция-то зачем? Турция, она контролирует наиболее контролировала и хочет контролировать наиболее сакральные точки на планете. Это тоже в школах не преподают. То есть святые места всегда были предметом раздора и борьбы. Это было и 3000 лет назад, и 2000 лет назад, и так далее. Кто контролирует Хиджаз, Мекка, Медина, кто контролирует Иерусалим, так говорят, вечный город Константинополь, Стамбул и Египет, Александрию, тот навязывает свои правила. Поэтому последние 70 лет эти территории контролировали США. До этого это была британская зона, но сейчас по всей видимости есть субъективные и объективные причины, по которым США возможно временно, возможно нет, будет сдавать эти позиции. Кто, кроме турков, способен взять, подхватить этот проект? Кто способен найти общий язык с палестинцами, с талибаном, с курдами, я не знаю, с арабскими монархиями, с Ираном, у кого есть опыт и традиции в этом регионе, согласитесь, ни у кого, кроме турции, нет. И опыт сохраненный, то есть, не потерявшийся период республики. Поэтому, кроме турции, давайте гипотетически, Египет сможет это сделать? Египет, часть французского проекта, Египет, Греция, Армения, это не те страны, которые, они не могут быть акторами, не могут быть субъектом, они объекты политики и всегда таковыми были. Всегда приходили, завоевывали Египет со стороны, завоевывали Грецию, Армению, так называемую, арабский мир. Это всегда было извне, из этого региона никто не выходил. Единственное, кто там это может сделать, кто максимально близок и контролирует как Средиземноморье, так Красное море может контролировать выходы, так и в перспективе Кавказ, то есть сердце Айкумена находится там, где Константинополь. То, что турки смогли в 15-м году отстоять Константинополь, не без помощи, кстати, в последний момент, и британцы, я вам так скажу, у британцев есть две ошибки, это у нас такое расхожее мнение, да, у чурка, у британцев две ошибки, за которые они должны заплатить, и они заплатят в хорошем смысле. То, что они слишком поздно поддержали Османов, слишком поздно, фактически предали, и то, что они не поддержали проект Сифивицкий. Почему? Сифивиды открыли для ослиндийской компании дорогу к несметным богатствам Индии, ведь британцы попали в Индию не через космос, они шли по территориям Сифивицкой империи. Вот эти два момента, что британцы не смогли в нужный момент защитить слабеющий Османский проект, хотя встрепенулись, хотя бы как-то участвовали в том, чтобы Стамбул остался, и не смогли защитить Сифивицкий проект, который им открывал несметный, то есть упор на морские, океанские пути в свое время, который принес прибыль, сейчас он тупиковый, поэтому сейчас британцы будут стараться отматывать назад, то есть на сухопутку, но для этого сперва нужно взять под контроль все морские пути. Что сделала царская Россия или руками царской России? Весь шелковый путь превратили в депо, превратили в тупик, это касается и Дербента, который превратился в тупик, а Дербент был узловым городом, который соединял, начиная от Волжской, Булгарии, то есть север-юг, так называемый, запад-восток, в тупик превратили Паку, в тупик превратили Ереван, Шуша превратилась в тупик, то есть река Аракс стала своего рода железопитонным кордоном между мусульманским, тюркским миром и западным проектом. Сейчас это все будет убираться, сейчас все будет отматываться назад, все эти Тубай, Мумбай, все вот эти Сингапуры, Тайвань, им будет сложно, потому что это колониальные точки силы прежнего проекта. Я не говорю, что они исчезнут, нет, Дербент же остался, и другие города остались, но значимость морских, то есть Турция сейчас борется за то, чтобы взять под контроль и закупорить, как в свое время обратное сухопутными сделали руками Российской империи. Сейчас будут закупоривать морские пути, а раскупоривать все сухопутные пути. Игра, конечно, по высшему разряду. Хорошо, а Туран, о котором так долго говорят большевики и нас всех страшно пугают, рисуя карты аж до Якутии, насколько это реальный проект? Хороший вопрос. На меня часто обижаются мои друзья тюрки, туранцы, пан-тюркисты, пан-туранисты. Тот современный вижн Турана, который у нас есть, это не наш. Это чисто американский вижн. В последнее время немного британский. В свете того, как единственная в мире страна Британия признала геноцид уйгуров, это повергло в шок китайцев. То есть, это очень серьезный вызов, сигнал, месич тюркскому миру. Смотрите, христианская держава западная признает геноцид уйгуров. Возникает большой вопрос, почему же тюркские государства в теме уйгуров на высшем политическом уровне так слабо активны? Очень серьезный вопрос, потому что сердце тюркского проекта сейчас на западе. Это Средиземноморье, это Кавказ, и кому-то очень хочется нас вернуть туда. Перенаправить туда, да. Кому-то очень хочется, чтобы с Китаем мы бодались. Ну, понятно, кому за океаном. Пожалуйста, для этой роли можете искать кого-то другого. Туранский проект, сердцем Турана всегда было противостояние Ирана и Турана. Оно происходило всегда на Кавказе. Не в Моголии, не в Синцан Уйгурском автономном округе. Оно происходило здесь. И оно будет продолжаться здесь. Кузница и кухня всех политических проектов Турана, как французы любили говорить, спина Турана находится в Азербайджане, и надо ее переломить. Это 1910 год, и переломить. Поэтому нельзя нашу спину поместить там, где находится пятая точка. Я извиняюсь. Спина находится здесь, и острове проекта будет здесь. Я очень надеюсь, что наши туранцы, тюрки, панчуркисты прекрасно это поймут и осознают, что тот панчуркизм, который в обиходе, это проект таких людей, как Арминии в Амбире, известный венгерский, австро-венгерский профессор, который и поставил панчуркизм, и привил его кемалистам, младотуркам, и потом на Кавказе. Прекрасно, надо любить свои тюркские корни, я только за, но изучать самому, не надо познавать зарастризм через Ницше, не надо, не надо познавать тюркизм, панчуранизм через каких-то товарищей на Западе, не надо изучать ислам по лекалам российского востоковедения, зачем? Ведь у тебя же есть первоисточник, зачем ты кушаешь полуфабрикаты, когда ты можешь сам взять и приготовить? Вот в этом плане я немного оппонирую тем, кто хочет острие политического проекта перенести куда-то в Китай, я думаю, это непродуктивно. Но я вижу, что у вас тоже серьезная борьба мнений и школ, да? И чем больше успехов, тем больше она обостряется, соответственно. Резван, а давайте сыграем в альтернативную историю. А что было бы, если бы в СССР победила азербайджанская школа востоковедения? Где-нибудь в 60-х годах? Был такой шанс раньше, я вам скажу, о востоковедении это первый, кто ставил царскую Россию? Мирзакя Зембек, первый царский востоковед, сын дербенского шейха азербайджанского азербайджанского принявшего протестантизма. После того, как он принял протестантизм, его быстро арестовали, перебросили в Казань, потому что это был человек уникального интеллектуального потенциала, который знал около 10 языков восточных и наизусть. Мало того, что знал, он мог это трансформировать для европейцев, поскольку он принял протестантизм, он прекрасно знал западноевропейское мышление, он был своего рода индийским гуру, который интуизм и все эти наметки перенес для британцев, а Мирзакя Зембек познакомил Россию с настоящим востоковедением. Ну, что с ним произошло? В Казани, в Казанском университете над ним, наверное, поработали, он принял православие, есть проблем, но затем он переехал в Петербург и вот здесь его сдали его заготовки и не только его, плюс еще такой известный, наверное, для всех советских детей и для нас всех был деятель азербайджанский Аббас Кулихан Бакиханов, полковник царской армии, историк, отец историографии азербайджанской 1800, он начало 19 века, то есть Миза Кязембек и Аббас Кулихан Бакиханов знакомили царскую Россию с востока. Но что стало с ними? У обоих трагическая судьба. Все наработки Миза Кязембека сдали в Лазаревский университет и подобные ему, а вы уже обсуждали по чьим патронажам и какие армянские там интересы, Аббас Кулихан Бакиханова труд в Тюлистане и Рам искорежили в Петербурге и его так отрецензировали и так цензоры так над ним надругались, что до сих пор это наиболее любимая настольная книга армян. То есть они всегда когда оппонируют на Миза. То есть Аббас Кулихан Бакиханов был в ужасе от того, что произошло и он очень серьезно был недоволен, но как полковник царской России, вы понимаете, как военный у него мало было шансов что-то сказать, он покинул под видом единственная возможность мусульманина покинуть царскую Россию это посетить Мекку-Медину, то есть то, что не запрещено. Вот Бакиханов отправился в хадж, побывал в Османском султанском дворе, где, как говорят, он все-таки оригинал своего труда отдал. я в Османском архиве безуспешно искал, хотел найти его книгу. Но вот он умер после хаджа и унес с собой все, что он знал. То есть это не получилось в 19 веке, а если бы, как вы говорите, азербайджанское востоковедение победило в 60-й год, а шанс был, такие светила, как академик Зия Пумьятов, дважды герой Советского Союза. Человек, который стал героем Советского Союза в войне, потом убил своего командира, подонка, за это попал в штрафбат и в штрафбате повторно стал героем Советского Союза. Этот великий востоковед, то есть это отдельная школа, и он успел многое поставить для нас, для азербайджанцев, он дал второе дыхание исторической школе, к сожалению, его тоже убили. Этот человек, глубокий старец, убит у входа своего дома, человек, который прошел в 1997 году был убит. Убили и его сына тоже, кстати. Но вот эти, я их считаю шахидами, эти люди смогли поставить ту школу, которая победила, к сожалению, не в Москве, а в Баку. Ну, хорошо, что хотя бы в Баку. Ну, представим, например, вторжение в Афганистан состоялось бы, если бы была азербайджанская школа востоковедения. Я думаю, что ни в коем случае. Это глупость, о которой я помню, как здесь все поражались этому ходу, тому, что Брежнев пошел на это. И этого бы не произошло, потому что афганцы очень близки к нам. Значительная часть афганского этноса, это выходцы, вы, наверное, знаете, с Азербайджана, с Карабаха. То же самое касается Пакистана. Поэтому высокий уровень комплементарности между нашим народом, он, кстати, еще сыграет, об этом забыли сказать, о роли Пакистана, который готов был вплоть до ядерного оружия применить защиту Азербайджана. И сейчас высший руководство Пакистана тоже летит к нам. То есть фактор Пакистана, Афганистана, мы знаем, кто они такие. Мы знаем, и нельзя на них давить. На них даже британцы не смогли надавить. Никто еще не смог победить эти народы. В итоге британцы дали Пакистану независимость, вы, наверное, знаете, и не проиграли. Вот в индийском вопросе точно не проиграли. Ну, например, не было бы возможно такой оголтелой поддержки арабов в ущерб себе логику и здравому смыслу. Совершенно верно. Ведь арабская улица через армянские организации поддерживалась. Допустим, Ясер Арафат, я просто был в Ливане, в Бейруте, сидел в одном здании. Там и все террористы их не палестинские, а на третьем этаже сидела Асала, то есть Монте Милконян, гражданин США, международный террорист, ученик того самого Шакала Ильича Рамиреса, всемирно признанного. Даже Голливуд-фильм снял о нем, да? Они все сидели в одном здании, получали зарплату из одного управления, очень известного спецслужб советских. То есть вся вот эта кухня была завязана на антитюркское начало. Поэтому за эти все годы и арабам, и перцам привили какую-то, я бы сказал, дикую ненависть и страх перед тюрками. Поработали и с армянами, с греками, с балкарами, с арабами, с перцами. Молодцы, я просто поражаюсь советской и французской и европейской школе. Они воспитали целую плеяду. Но теперь эта плеяда, она не будет приносить дивиденды. Она станет трагедией для своих народов. Для арабских народов, для армянского народа, для греческого народа. Ведь эти люди столько знают вот те лекалы, о которых мы сказали. Да? Тюрки-кочевники, тюрки-убийцы, злые. Но это работало, пока был СССР, пока была сильна Франция, пока у Америки был интерес. А сейчас эти народы, я надеюсь, оставят их в покое, но чтобы они пришли в себя, нужны годы. Нужны годы. Это касается в том числе, кстати, Израиль динамично в этом плане идет. И та смена власти, и тот сложный переходный процесс, который сейчас будет в Израиле, это лакмусовая бумажка. Техи больших изменений, и предстоящего, я надеюсь, сближения, в том числе, между Турцией и Израилем. Но Азербайджан может послужить хорошим мостом здесь. Всегда готов узнать отношения на высшем уровне у Израиля с Азербайджаном. И тем не менее, проблема Иерусалима, проблема поддержки всех палестинцев, на которую настаивает Эрдоган, проблема месторождений газовых в районе Ливана и контракта греко-кипрско-израильского, она тоже никуда не девается. Вы знаете, Азербайджан будет участвовать в этих проектах. Я вот вам так частично инсайт выдан. Это касается и средиземноморских шельфов, и черноморских шельфов, где Турция нашла огромные запасы нефти. Несомненно, огромнейший опыт азербайджанских нефтяников нефтяной индустрии 150 лет. Плюс британская технологическая поддержка. Это, наверное, лучший выбор для Турции в этом вопросе. Хорошо. А в чем... Мы уже заканчиваем. Буквально два вопроса у меня осталось. Скажите, пожалуйста, по вашему суть французского проекта в чем заключается? С британским более-менее понятно. С французским. Значит, французы-католики. Начнем с этого. Это очень важно. То есть, если британцы протестанты, у них своя философия и отношения. Не будем укладываться. У католиков взгляд такой. Все народы, которые внутри католического проекта имеют один выбор. Стать католиками. Согласитесь, что это так, я ни в коем случае не говорю, что это хорошо или плохо. Те страны, которые, к примеру, оказались на территории Османской Турции, они спасли свою православие. Те же самые греки, те же самые юго-восточные славяне. Именно благодаря ненавидимой им Османской Турции они остались православными. И турки не захватывали Константинополь, как нам сейчас говорят. Они освободили Константинополь от латинского государства. И Айя-София была католическим храмом. И вернули обратно турки грекам, православным. Вернули туда их всех. Это был союз православно-мусульманский. Османская империя на нашем языке азербайджанский. Называется румская, римская империя. И главным титулом у правителей Османов был Каисей Рум римский цезарь. И же потом, сто лет спустя, они стали султанами после взятия Египта и Хиджаза. Первым и последним до 1923 года титулом османских правителей был римский цезарь. Тем самым они себя называли продолжателем этого проекта. То есть римский проект, православный проект, мусульманский проект предусматривает сохранение религиозного культа предусматривает сохранение свободы для народов. К сожалению, католический проект, в этом его и проблема была. Почему развился протестантизм? Кстати, англиканство и протестантизм серьезно финансировались и поддерживают османской Турции. Это серьезный османский проект, о чем можно будет потом говорить. Поэтому у французской, у франкофон взгляд такой, что ты должен стать католиком тире француза. Обязательно. Ты должен смотреть на мир, так, как смотрит француз, добропорядочный католик. Это хорошо, но это вчерашний день. Поэтому прыгнуть в сегодняшний день, даже через Робиспера, через братство, равенство, не смогла Франция в этом вопросе. Религия, ее никто не отменял, она диктует поведение. И Франция в этом плане, как она себя вела в Магрибе, в Алжире, то есть в странах Магриба, как жестоко расправлялась с теми, кто не согласен, мы помним. Не давая им проекта, расправиться можно. Британцы тоже не пушистые, и другие тоже. Но даже царская Россия, расправляясь, все равно давала остаткам элиты проектность, свободное место для маневра. Французы говорят, нет, вот элита осталась, вы должны стать французами и жестко продвигать французскую культуру и мировоззрение. Так не бывает. Так не бывает. Поэтому я считаю, что вот этот французский проект, он не смог адаптироваться под 21 век. Хорошо. И еще один вопрос. Есть у вас еще пять минут? Конечно. Какую роль духовенства играет в современном Азербайджане и Турции? Духовенство. Духовенство. Я вам так скажу. По исламу, в исламе нет церковного института, он запретен. И понятие духовенства подозрительное. Я русский эквивалент использую, понятно. Да. Духовенство в исламе это не то, что сегодня есть. У нас духовенство поставлено царской России. То есть институт шейху исламства, институт вот этого духовенства, он не является продуктом азербайджанского общества. Когда-то был, сейчас нет. Что касается турецкой версии, они ее изменяют, моделируют, но она тоже не исходит из чистых канонов ислама. Если мы, то есть отходя в сторону, то есть максимально духовенство должно быть народным. Если джамаат, община, выбирает своего имама, это нормально. А имамом может быть любой человек, который стоит впереди молитвы. То есть это самое, не обязательно умный, предстоятельный, мне очень понравилась позиция Малакан. Я был в Малаканских сёлах, в том числе в Азербайджане, в Ивановке, и их джамааты общины на 99% живут по исламу. Я спросил, как вы выбираете среди ваших пожилых людей самого главного? Самый мудрый, они говорят, нет, самый главный тот, кто умеет со всеми договариваться. Его слушают, его интеллект никому не нужен, если он не умеет договариваться со всеми. Вот в исламе то же самое. Духовенство это не должно быть жреческой кастой вавилонской иной, ни в коем случае. Это должно быть той прослойкой, которая умеет договариваться. Вот в этом контексте у него позитивное будущее есть. Понятно. Ну что, я думаю, что это было более чем интересно и надеюсь, что мы продолжим с вами эту серию, потому что есть еще одна заметочка, которую я всем рекламирую с прошлой нашей беседы о том, что почему французы не понимают Азербайджан. Мы сейчас гораздо шеве смотрели или Запад вообще. Тогда она пришлась как раз на проблему мусульманских погромов во Франции и одновременно шла война, потому что они руководствуют со школой геополитики классической европейской вествальской школы, а Турция и Азербайджан сражаются за справедливость. Мы тогда это наметили. Я хотел бы развить культурно-исторический аспект. Спасибо вам, Резван, большое. Я не знаю человека, с которым можно лучше это сделать, более качественно, более интересно. Даже я, человек, который выше среднего разбирается, скажем, деликатно в проблемах Востока и мировой политики, я слушал развесив уши, как это по-русски говорится, настолько это было все интересно. И самое главное. Алексей, я получил огромное удовольствие. И я себе сейчас делаю заметку по поводу Франции и Вестфаля. Обязательно, обязательно буду рад опять. Ну, потому что в мире действует вестфальская система и, я так понимаю, у вас есть свое цивилизационное предложение у чурков в этом отношении. Это надо сравнить, потому что чем можно такие беседы крайние, еще, среди прочего, среди огромной интеллектуальной базы, базы эрудиции, исторической базы, высветления процесса, причины следственных связей есть еще один очень важный аспект. Это альтернатива. В современном мире, к сожалению, нет альтернативы. Мы смотрим на мир глазами отрущенными в той же самой Великой Французской революции и ее следов последующей. Важно посмотреть вместе с другой стороны. И вот то, что у чурков есть полноценный мироощущение, которое сформировано не вчера и не за один день, и не на волнении нынешних успехов, а мировоззрение, которое проходило с пытания временем столетия, страшно. И его не сбивали ни успехи, ни поражения. Оно держалось. Вот этот опыт это то, что в первую очередь надо освоить нашу цивилизацию, украинцам. Потому что мы, к сожалению, нация шатающаяся, разделенная и деморализована в значительной степени. Я, будучи гражданином Украины, не могу ни проводить этот аспект, ни бросать это плечо для того, чтобы мы перебирали исторические уроки. Все, начали. Я, знаете, говорил с Леонидом Макаровичем Кравчуком, который был замом по идеологии в советское время. Он до сих пор, ему 86 лет, он до сих пор цитирует Гегеля. И он глава нашей делегации в трехторонной контактной группе, я спикер, и мы как-то в перерыве разговорились. Я говорю, Леонид Макарович, скажите, пожалуйста, когда СССР начал проигрывать? Он сказал, он начал проигрывать, когда Хрущев провозгласил, ведь были же победы, там, да, высоко поднимались, там, да, космос и так далее. И все остальное. Он говорит, когда Хрущев провозгласил, догоним и перегоним Америку? Он говорит, мы утратили собственную онтологию, мы утратили свою метафизику. Правильно, неправильно была, говорит, неважно, важно, что мы встали на рельсы и попытались догнать тех, гиптосчет. Всегда важна альтернатива, он сказал, свой взгляд на вещи, своя метафизика. Только тогда ты понимаешь полную правоту, противостояние кому-то, чему-то и влиянием кого-то. И тюрки во всей полноте, и мусульмане шире имеют во всей полноте свою метафизику. И она сильна, она сейчас на подъеме. И одним этим, даже если не разбирать ее в деталях, одним этим она ценна, потому что засилие любого взгляда наверх, что базовым ресурсом человечества является многообразие, разнообразие. Засилие любого взгляда на мир унифицирует нас в самом худшем смысле этого слова, убивая уникальность, убивая личность, убивая историчность, метафизичность каждого из нас, народов и цивилизаций. И вот то, что тюрский мир сейчас поднимается, а мусульманский мир поднимается, я вижу в этом залог спасения для человечества. Я не хочу меньшими словами это высказывать, потому что однобокие модели, и я уже не говорю про качество этих моделей, которые были прописаны на страницах учебников неолиберальной политэкономии, они прикончат человечество. Мы видим, как оно идет туда с именными шалями. Нужна альтернатива, и я с удовольствием для себя отмечаю, что эта альтернатива есть. Спасибо вам огромное. Да, я думаю, что зрители наши будут в восторге, и могу пообещать уже с вашего разрешения, что мы продолжим нашу беседу мировоззренческого характера, и скорее даже мировоззренческий цивилизационный характер приобретают, и это очень-очень хорошо. Спасибо вам большое, Резван. Огромное спасибо. Я получил огромное удовольствие, и я очень надеюсь, что ваши зрители тоже не устали. Я не устал, и я считаю, что то, что мы делаем, это уникально. Между украинским и азербайджанским народом нету такого интеллектуального моста. нету. Значит, надо его укреплять. Будут всегда рады. Ну вот мы первые две шпалы мы с вами заложили. Я надеюсь, что он станет прочным и основательным в ближайшее время. Иншаллах. Да, я горячий сторонник разворота Украины, или до ворота Украины, несмотря на все наши западные коннотации, в сторону тюркского, мусульманского мира. Что нам нужен. Не ладно, география, она диктует. Просто она диктует. Дай бог, чтобы украинцы это поняли. В современном мире у нас есть варианты, начиная с крымских татар, которые являются нашим, не знаю, можно ли сказать так про целый народ, но скажем так, ценнейшим ресурсом, выходом на ум, выходом на тюркский мир, заканчивая отношениями, которые в принципе уже начали налаживаться между Украиной, Турцией, Азербайджаном. Это важнейшее направление для нас. Важнейшее. И мы его очень долго недооценивали. Но слава богу, сейчас вроде как начинаем разворачиваться. Еще раз вам спасибо и до новых встреч. Благодарю. Спасибо.